Раз и навсегда определяемся со стандартным полнокадровым зум-объективом для камер Sony. Поехали! Всем салют, друзья! Меня зовут Олег Никитин, вы на канале No Limits On. Итак, сегодня мы рассмотрим 6 объективов для полнокадровых камер Sony, которые могут называться стандартными зум-объективами. То есть такие себе 24-70 или около того. Конечно, я не смог сравнить сразу все подобные объективы, но те, которые не вошли в данное сравнение, я про них обязательно скажу в конце. И расскажу про их преимущества и недостатки тоже. Первое, о чем стоит сказать, это то, как проводились все тесты. Они все были сделаны на камере Sony ZV-E1 с сенсором как у FX3 или A7S3. Всегда и во всех тестах был идентичный баланс белого, идентичные настройки, а если диафрагма отличалась, то я регулировал все это выдержкой на соответствующее количество стопов. И на постпродакшене была применена абсолютно идентичная цветокоррекция. Также, друзья, я сделал большое количество таких табличек, где все шесть объективов представлены на одном изображении. И чтобы вы могли спокойно их поразглядывать в полном разрешении, я загрузил скриншоты в 4К, соответственно, на Яндекс.Диск или на Гугл.Диск. Ссылку оставляю в описании. Там 25 или 26 скриншотов. Так что их можете спокойно скачать и уже дома под микроскопом их поизучать. И, конечно, друзья, я вам рекомендую на самом большом и самом качественном дисплее смотреть этот обзор. Поехали! И, друзья, первое, о чем бы хотелось поговорить, это разница между 28 миллиметрами, 24 миллиметрами и 20 миллиметрами. Не удивляйтесь, что я сейчас смотрю немножко в сторону. Здесь у меня 5К дисплей, на котором я вижу все максимально четко. Он стоит ко мне близко. И вот такая разница между 20, 24 и 28 миллиметрами. Она гигантская, особенно между 28 и 20. Итак, сейчас у нас на минимальных фокусных расстояниях все шесть объективов. Это Sony 2070 F4G, Sony 2470 2.8 G Master, 24105 F4, Tamron 2040 2.8. Сейчас мы переключились на максимальное фокусное расстояние на каждом. Sigma 2870 2.8 и Tamron 2875 F2.8 G2 модель. И давайте посмотрим на каждый этот объектив в отдельности. На минимальном фокусном, на 20 миллиметрах. Как вы видите, здесь мы можем посмотреть на геометрию. На 20 миллиметрах все довольно ровненько. На 70 мы видим небольшую подушкообразную дисторсию. Смотрите на столбы и на здание слева, чтобы спокойно определить уже есть ли дисторсия. Sony 2470 G Master. На широком конце мы видим минимальную дисторсию. Здесь чуть-чуть бочки есть, но она совсем незначительная. Так что архитектуру вполне можно снимать. И на 70 мы видим более сильную подушкообразную дисторсию. Но это ничего страшного. Кстати, все тесты были выполнены с внутрикамерными коррекциями, включенными. То есть винетирование, хроматические аберрации и дисторсия все были скорректированы камерой на видео. Это всегда важно включать. Смотрим на 24-105. По дисторсии здесь все неплохо. И на 105 миллиметрах мы, конечно, гораздо ближе можем зумиться, приближаться. И, как вы видите, здесь тоже дисторсия вполне неплохая. Теперь давайте посмотрим на следующего участника. Tamron 2040. Здесь по дисторсии вижу бочку. Довольно такую средненькую, я бы сказал. Ничего, опять же, супер страшного. Ну и диапазон зума всего в два раза. От 20 до 40 миллиметров. Но вот уже на 40 миллиметрах у нас довольно сильная подушка. Образная дисторсия. Ее прямо четко видно. Это стоит учитывать, если вы планируете снимать с данным объективом, например, недвижку. Sigma 28-70. Очень сильная бочка. В самом начале вы видите на 28 миллиметрах. Я эту бочку здесь хорошо вижу. И подушка, соответственно, на 70 еще более сильная. То есть здесь дисторсия, можно сказать, самая сильная среди наших участников. И посмотрим теперь на объектив финальный. Это 28-75 G2 Tamron. Здесь тоже небольшая бочка в самом начале. Но ничего страшного и критичного. Вполне можно работать даже с архитектурой с данным объективом. Если вы включаете коррекции. Но на 75 миллиметрах у нас уже, конечно, есть подушкообразная дисторсия. Опять же, смотрите на края кадра, на здание и на столб. И также, друзья, мы сделали тесты в контролируемых условиях освещения. Вы сейчас видите все объективы на минимальном фокусном расстоянии, которые им доступны. И давайте посмотрим на каждый из них. Sony 2070 на 20 миллиметрах. Смотрим на резкость, на скинтон, конечно же, тоже. 24-70 G Master. Здесь все приятно, хорошо. Разница между 20 и 24 миллиметрами, можете посмотреть. 24-105, чуть меньше бокет, чем на 24-70 2,8, конечно же. И дальше смотрим на Tamron 20-40. Тоже достаточно широкий. Даже какая-то бокешка есть за Олегом. Это мой тезка, кстати. Дальше 28-70. Гораздо более близкая фокусная, чем 20 миллиметров. Это стоит учитывать. Tamron 28-75. Вашему вниманию можете смотреть и скинтон, и все остальное. И теперь на максимальном фокусном расстоянии. Посмотрите, как 24-105, насколько он ближе. И сейчас смотрим на 20-70 F4. Да, у нас на F4 тоже есть нормальная такая бокешка. Даже уши чуть-чуть в расфокусе. G-Master, вашему вниманию, 24-70. 24-105 на F4 у нас дает отличную компрессию пространства и бокешку. 20-40, к сожалению, вам уже не даст такой компрессии. Это специфическая фокусная. Sigma 28-70 на 2,8 тоже приятная бокешечка. И Tamron 28-75 2,8 G2. Кстати, друзья, хотел сказать, почему мы взяли именно Tamron 20-40. Хотя это совсем не 24-70. Потому что у нас есть вот этот объектив, это Sony G20-70 F4. И я хотел сравнить на 20-ти миллиметрах какой-то еще объектив взять. И чтобы он еще и был 2,8. Ну и Tamron к этой задачке, к этому кейсу подошел просто отлично. Давайте смотреть дальше. И, друзья, теперь смотрим на тесты автофокуса. Мы сейчас все объективы используем на открытой диафрагме и на 35 миллиметров. Пока что я вам показываю их все рядышком. Все шесть картинок. А потом посмотрим на каждой в отдельности на полный экран. Ну, так с первого взгляда на шести картинках особо и не скажешь. Посмотрим на каждой в отдельности. 20-70. Все моментально работает. Здесь двойные линейные моторы. Они просто чудовищно быстрые. Здесь у нас абсолютно никаких проблем. Все моментально переходит на задний план, на передний план. Отличный результат. На G-Master 24-70 2,8 тоже самое. То есть два линейных мотора. Linear Motors их называют по-английски. И здесь я тоже не вижу никаких больших проблем. То есть отрабатывают G-Master и G-Objective по сути идентичны. У них по сути идентична система фокусировки. 24-105 f4 у нас более старый объектив. Но это не значит, что он будет сильно хуже. Да, я вижу небольшое дыхание фокуса, когда я иду спиной. То есть у нас подергивается автофокус немножко. Но в общем и целом отрабатывает он тоже на твердую пятерку с минусом. 20-70 2,8. 20-40, простите. 2,8 это у нас Tamron. Вот он отрабатывает чуть-чуть похуже по автофокусу. То есть он не моментально перепрыгнул сейчас на задний план. Как я увидел. И когда я подбегаю, тоже небольшими рывками идет фокусировка. Но в целом на 5 с минусом, может 4 с плюсом. Sigma 28-70. Опять же, отличный автофокус. Но вот когда отхожу спиной, не все так гладко. Немножко фокус попрыгал, когда я разворачивался. Опять же, в целом на четверку с плюсом, наверное, отработала вполне данная Sigma. И Tamron 28-75. Здесь все у нас довольно неплохо. Опять же, поворачиваемся, смотрим. Держит фокус хорошо. Да, отличные результаты. Твердая пятерочка Tamron. Здесь тоже, я думаю, больших проблем вы не испытаете. Возвращаемся к тестам в помещении. Теперь мы проверяем засветы с этим очень ярким фонарем. Сначала на общем плане. Обратите внимание, что на Sigma 28-70 у нас был очень специфический засвет. Это из-за того, что там была царапинка на объективе. Маленькая. И она влияла именно на засветы. На 20-70 на широком углу мы видим, в принципе, отличные показатели. Контраст не сильно падает. На 24-70 у нас тоже засветы, в принципе, адекватные. Ничего страшного здесь я не вижу. На Sony 24-105 засвет приятный, но падение контраста я вижу более сильно. И в углу кадра у нас есть такая полосочка, не самая лучшая. Дальше на Tamron 20-40 на 20 мм. Да, в принципе, неплохо, но падение контраста достаточно значительное. Дальше Sigma 28-70. Вот здесь очень неплохие результаты, но вот этот засвет слева вверху, это как раз от Коцки на объективе. Поэтому сильно строго ее не судите. И Tamron 28-75 на 28 мм. В принципе, адекватные показатели, не самые лучшие, но ничего страшного. Дальше на максимальном фокусном расстоянии. Max Focal Length, если вы читаете сверху надпись. Это именно это значит. И посмотрим каждый объектив в отдельности. 20-70 на 70 мм. Падение контраста небольшое, хорошо держит контровой свет. 24-72,8 G-Master. Здесь, кстати, похуже, как ни странно, на G-Master у нас контровой свет держится на 70 мм. Дальше 24-105. Падение контраста очень значительное. Так что это стоит иметь в виду, когда вы снимаете на длинном фокусе на этот объектив. На Tamron очень большое падение контраста на 20-40 на 40 мм. Здесь это тоже стоит учитывать. Дальше смотрим на Sigma 28-70. Опять же, большой засвет и ореол. Но, возможно, это и закоцки. Но падение контраста все равно присутствует. И на 20-75 тоже довольно сильное падение контраста. Но ни на одном объективе ничего кошмарного я не увидел. Пожалуй, Tamron 20-40 самый слабенький был в данном сценарии. Теперь минимальная дистанция фокусировки на минимальном фокусном расстоянии для каждого объектива. И на открытой диафрагме. Вы можете посмотреть наглядно, какой здесь лучше себя ведет. Давайте даже поставлю на паузу и вам прокомментирую. То есть, 24-105 у нас полностью в пролете. Он совсем плохо фокусируется на 24 мм. То же самое касается и 20-70 мм f4. От Sony слева вверху не самые лучшие показатели. А вот у Tamron 28-75. Да и, в принципе, у всех неродных сониковских объективов в данном тесте у нас довольно неплохие показатели. G-Master тоже не сильно отстает. Давайте теперь посмотрим на прикрытой диафрагме. То есть, на f5.6. У нас повышается резкость. Уходят хроматические аберрации на тех объективах, на которых они были. И давайте теперь посмотрим уже на более таком правильном макро приближении. Давайте так. На максимальном фокусном расстоянии. И здесь тоже поставлю на паузу и прокомментирую. В данном случае уже Sony 20-70 всех уделала. Как вы видите, гораздо ближе фокусируется. 24-105 f4 тоже очень неплохой результат нам показывает. И, соответственно, Tamron 28-75 тоже. G-Master не отстает. А вот на Tamron 20-40 и на Sigma 28-70 показатели средненькие, но тоже очень неплохие. Но, друзья, я предпочитаю именно близкую минимальную дистанцию фокусировки на длинном конце объектива. Это важно, потому что у вас более правильные пропорции. То есть, вы можете там на iPhone на 0.5x что-то сфотать. У вас будет тоже как бы макро, но оно выглядит всегда очень странно, как по мне. Поэтому на 70 мм, например, или на 105 мм, это выглядит все куда более пропорционально. И правильно, не зря большинство макрообъективов. Это все-таки что-то в районе 90 мм, там 100 мм макро зачастую. Поэтому здесь 20-70 очень хорошо себя показывает. И давайте прикроемся на 5.6. Здесь, опять же, отличные показатели, хорошая резкость на минимальной дистанции фокусировки. Практически у всех на 5.6 прикрываемся, если хотим снимать макро. Это важно, чтобы получить максимальную резкость и минимальную хроматику. Теперь, друзья, посмотрим на боке. Я стою сейчас в одной и той же точке на все объективы. Практически могу касаться каждого из них. Это где-то метр с хвостиком у нас. И, как вы видите, на 35 мм. Теперь мы с вами... До этого была минимальная фокусная. Сейчас 35 мм. Можно разглядеть бокешки. Опять же, на максимальной дистанции я отошел чуть-чуть подальше. Но вы можете посмотреть степень размытия. Здесь у вас 405 f4 показывает очень неплохие результаты. Давайте посмотрим на каждый из них предметно. Это у нас 20-70 на 35 мм. Сейчас они все на 35 мм у нас. Все на открытой диафрагме. Это G-Master. По бокешечке здесь все хорошо и красиво. Многолепестковая диафрагма у нас здесь. 24-105 на f4. В принципе, выглядит не дурно. Дальше 20-40 на 35 мм. Здесь, кстати, контраста прям не хватает этому объективу. Видно сразу. И дальше 28-70 на Sigma. В принципе, бокешки здесь красивые и приятные. И далее у нас там ровно 28-75 на 35 мм. Бокешки тоже симпатичные. Но если надо, останавливайте, смотрите, разглядывайте. Теперь на максимальном фокусном расстоянии. 70 мм f4. Тоже дает вам отличное боке. При вот таком молочном плане. Sony 24-70 G-Master. Да, больше бокешки на 2.8, чем на f4. Но разница не большая. А вот большая разница, это когда вы используете более длиннофокусную оптику. Даже на f4 вы видите, что боке как бы больше. Ну, либо надо подходить ближе. На 20-40 я подошел даже поближе чуть-чуть, но здесь особой бокешки вы не получите. Сигми 28-70 на 70 мм боке красивые, приятные размытия, отличные. И на Tamroni на 75 мм мы получаем тоже очень симпатичные зоны расфокуса. Теперь посмотрим на хроматические аберрации на открытых диафрагмах. Мы сейчас это все проверяем. Даже на G-Master я вижу больше хроматики, чем на 20-70 f4. То есть 20-70 f4 лучшие показатели здесь имеет однозначно. Tamron 20-40, пожалуй, имеет худшие. 24-105 неплохие показатели. И на 28-75 я вижу немножко хроматики, но тоже очень неплохо. А вот на Sigma хроматика большая. Так что здесь все очевидно, можете сделать выводы самостоятельно. И, друзья, конечно, как только я приобрел себе 20-70 f4, мне понадобился новый ND-фильтр. Потому что здесь 72-ая резьба, а у меня все объективы были с 67-ой и фильтры тоже. Зашел к Коле в фоторейндж, сказал, Коль, какой, посоветуешь, самый кайфовый. И он мне порекомендовал вот такие вот фильтрики. Надеюсь, сейчас перефокусируется. Да. Видите, он небольшой такой. Это Variable ND-фильтр 1.5 стопов от компании Nisi. Или Nisi, не знаю. Неси ее сюда. И называется данная линейка True Color. Давай, фокусируйся. Спасибо. И в этой линейке у нас есть такой прикол, что у вас основной фильтр у нас идет на 1.5 стопов. И этого более чем достаточно, чтобы снимать как раз на f4 в солнечную погоду. Я вам сейчас это продемонстрирую. Но еще есть дополнительная такая вот насадочка. И таким образом, друзья, вы получаете до 9 стопов ND. Мы просто вот так вот раз нацепляем его сверху. И у вас получается уже 9 стоповый ND-шник. Это можно снимать на f1.2. Например, на 1.5 спокойно на улице. Так что рекомендацион. По цвету сейчас все покажу, насколько он хорош. И классный кейс в комплекте тоже поставляется. Так что данный фильтр мне очень зашел. Рекомендую. Да, друзья, конечно, мы все тесты делали без фильтров и на коротких выдержках, чтобы фильтры никак на оптические свойства объективов не влияли. И, друзья, давайте посмотрим на то, как работает данный фильтр. Итак, с одного стопа на 5 стопов мы его сейчас прикрыли. И, как вы видите, этого более чем достаточно, чтобы снимать на 1.5, на 640 ISO на улице в солнечный день. И без фильтра и с фильтром картинки. Чуть-чуть фильтр дает в мадженту сдвиг, но буквально на 0.25. То есть это не критично. Если что, чуть-чуть можете в зеленый просто уводить баланс белого, когда снимаете с данным фильтром. Но в остальном цвет отличный, просто, я бы даже сказал, прекрасный. Поэтому спокойно можно использовать его без фильтра и с фильтром картиночки. Это именно на 5 стопов. Поэтому рекомендую. Заглядывайте, выбирайте, тестируйте самостоятельно. Но фильтры кайфовые. Все ими сейчас топчики пользуются. И следующий тест, друзья, один из самых интересных. Это тесты стабилизации. Потому что недавно я делал ролик на канале, в котором показывал, как объективы Sony отрабатывают, опять же, с соньковской камерой. И как объективы не Sony отрабатывают. И вот здесь я четко вижу, что три верхних картинки куда более стабильные. А три нижних менее стабильные. Стэдишот у нас стоял в автоматическом режиме. То есть камера сама определяла, какое мы фокусно используем. И все объективы выставлены на 28 мм. Теперь смотрите. Sigma на 28 мм вручную выставлен стэдишот. И это с правой стороны. И в автоматическом режиме выставлен стэдишот. И по идее, камера должна лучше отработать с ручным стэдишотом выставленным. То есть с правой стороны картинка должна быть ровнее. Но, к сожалению, большой разницы я здесь не вижу. Также мы еще ради интереса новый объектив. Седьмой сюда добавили. Это у нас Sony CS2470F4 со встроенной стабилизацией. И как вы видите, друзья, он чуть-чуть лучше отрабатывает, чем 2070 без стабилизации. Но эта разница не колоссальная. Поэтому не стесняйтесь брать объектив родной, без стабилизации. Она и так здесь вполне неплохая. Давайте еще раз внимательно посмотрим на как раз-таки общий план. И на 24-105 в правом верхнем углу. Он тоже со стабилизацией. И вот насколько вам кажется он более стабильным, чем, допустим, 24-70 G Master. Ну, вроде бы чуть-чуть стабильнее. Но, опять же, разница не колоссальная. Поэтому какой вывод? Если у вас, например, Sony FX6 и там нет матричной стабилизации. Или у вас по какой-то причине полнокадровая камера Sony без матричного стаба. Я вообще не уверен, что после какой-нибудь Sony A7S первого поколения что-то они выпускали без матричного стаба. То да, с объективной стабилизацией 24-105 F4 OSS можно рассмотреть. Но только из-за этой стабилизации брать данный объектив, чтобы использовать камеры с матричной стабилизацией. Большого, такого критичного, особенного различия я здесь, друзья, не заметил. Но напишите в комментариях, если считаете по-другому. Ну, а что касается неродной оптики. Даже если вы вручную выставляете стадишот, как я показал вам в примере с Sigma, все равно картинку потряхивает больше. Поэтому, если вы часто снимаете с рук, то все равно, как ни крути, лучше пользоваться объективами от Sony. Да, это может быть не сильно честно с их стороны, что именно с их объективами все работает лучше. Ну, что поделаешь. И также я хотел сказать, что если вы вручную выставляете значение стадишот в камере, то да, чуть-чуть должно улучшаться. Особенно с некоторыми объективами, как с Viltrox 28-1.8 у меня было. Там разница налицо, действительно. Но с зум-объективами вы же не будете выставлять каждый раз вручную. То вы на 28 мм, то вы на 40 мм, то на 70 мм и так далее. В общем, это тупо неудобно. Поэтому для зумов конкретно Sony объективы будут предпочтительны, если вам важно снимать с рук и важна максимально хорошая стабилизация. Ну, теперь, друзья, пожалуй, самые такие задротские тесты пошли у нас. Это резкость на открытой диафрагме на самом широком конце. В общем, я оставил, опять же, в описании все эти скрины. Можете их изучать спокойно. Дальше мы в угол правый перемещаемся на 200%. И, ну, как бы, если в центре все было плюс-минус одинаково, то здесь уже, конечно, ситуация немножко грустная. Особенно для Tamron 20-40, для Sigma 28-70, да и 24-105 в углу довольно мягковат. Это все на открытых диафрагмах у нас сейчас происходит. И у Tamron тоже результаты не кайф. В общем, две Sony 20-70, 24-70 показывают здесь лучшие результаты. И мы сейчас начнем прикрывать диафрагму. Ну, это нормально, чтобы увеличить резкость в углах кадра. На F4 все становится чуть-чуть получше. Особенно на Tamron 28-75. И дальше мы прикроемся уже на 5-6. Заодно можете и винетирование здесь смотреть, насколько углы становятся ярче. Ну, вот только к 5-6 у трех нижних объективов более-менее хорошая резкость появляется. Ну, а верхние три, в принципе, неплохи. Особенно 20-70 и 24-70. Сейчас смотрим на 28-ми миллиметрах. Все объективы имеют 28-ми миллиметров в своем арсенале. И опять же, 150% масштаба на открытой диафрагме. По центру все в целом неплохо. Контраста только не хватает. Tamron 20-40 особенно. И что касается углов. Да, на 28-ми миллиметрах самый резкий у нас G-Master. Потом 20-70, Сонька идет. Потом, соответственно, 24-105. Потом Tamron 28-75. А вот Tamron 20-40 и Sigma 28-70 на открытых диафрагмах на 28-ми миллиметрах. Очень мягкие, к сожалению. И винетирование еще у Sigma просто чудовищное. На 28-70, на 28-ми миллиметрах. Прикрываемся до f4. Лучше становится по винетке. Чуть-чуть все порезче становится, опять же. Но в целом все еще нижние объективы меня не сильно устраивают по резкости. Особенно Tamron 20-40 и Sigma 28-70. И на 5-6 прикрылись. Все еще на Tamron 20-40 мы видим и хроматические аберрации небольшие. Да и в целом результаты меня не сильно радуют. В общем, опять же, здесь в том порядке, в каком я сказал, по резкости данные объективы. Вот в том порядке я бы их и оставил. Даже на прикрытой диафрагме на f5.6. Да, друзья, фокусировался в этих тестах я вручную. На четырехкратном приближении по Atomos Ninja V максимально четко. То есть здесь не автофокус промахнулся или я не промахнулся. Все было выверено и меня перепроверяли еще мои коллеги. И, друзья, на максимальном фокусном расстоянии все шесть объективов. То есть у кого-то 70 мм, у кого-то 40, у кого-то 75, у кого-то 105. По центру в целом все и так понятно. Sigma, кстати, даже здесь видно, что мягковато. И контраста на Tamron 20-40 нам сильно не хватает. А по углам кадра мы видим, что, опять же, G-Master лучше всех. Потом у нас примерно поровну идут Sony 20-70 и 24-105. Отличные показатели по краям кадра. У Tamron 28-75 тоже неплохие показатели, но есть хроматические аберрации. А вот у Tamron 20-40 и Sigma 28-70 углы, ну, совсем грустные на открытых диафрагмах на максимальном фокусном расстоянии. Поэтому надо 100% прикрываться, чтобы получить хоть какую-то резкость и избавиться от винетирования сильного. Все равно на f4 у нас очень плохие показатели на Tamron 20-40, прям совсем грустные. На Sigma тоже меня все это расстраивает, а вот остальные четыре объектива вполне рабочие. И на f5.6 мы смотрим, вот только к f5.6 более-менее результаты становятся у Sigma. На Tamron 20-40 все еще они грустные, то есть на 40 мм он всегда в краях кадра будет у вас мылить. Ну и на Tamron 28-75, на 75 все еще есть хроматические аберрации, поэтому стоит это тоже учитывать. И, друзья, смотрим на дыхание фокуса. Только у Tamron 20-40 на минимальном фокусном расстоянии мы получаем большие проблемы. У G-Master небольшое дыхание, у 20-70 есть, но тоже небольшое. У Tamron, кстати, практически отсутствует, у Sigma тоже совсем небольшое. И у 24-105 практически отсутствует дыхание фокуса. Теперь посмотрим на максимальном фокусном расстоянии, что у нас по дыханию фокуса. И здесь я вам могу сказать, что тоже у Tamron 20-40 самые проблемные здесь в участке. У G-Master тоже есть небольшое дыхание фокуса, но не критичное. У Tamron 28-75 появляется дыхание фокуса, но тоже не критичное. И, друзья, помните, что на объективах Sony вы можете включить компенсацию дыхания фокуса, чтобы картинка не зумировалась, когда вы фокусируетесь. И таким образом избавиться полностью от этого артефакта. На сторонних объективах, на Tamron, Sigma, Viltrex и так далее вы этого сделать не можете. Поэтому важно, как этот показатель отрабатывает непосредственно в самой оптике. То есть оптически, как это работает. В данном случае Tamron 20-40 я бы не рекомендовал для съемки видео. Особенно, если вы планируете с минимальной дистанции фокусировки перефокусироваться на бесконечность. Там картинка начнет гулять. Ну, а остальные объективы, в принципе, показывают адекватные показатели. Давайте уже переместимся к более прагматичным каким-то выводам и обсуждениям. И посмотрим, что данные объективы нам предлагают с точки зрения кнопочек, там различных функций и так далее. Еще объективы отличаются по функционалу. То есть по наличию различных кнопочек и функций на данных объективах. Ну, например, возьмем 2070, потому что он единственный у меня в наличии, в собственности. У нас здесь и переключатель автофокус, ручной фокус. И две настраиваемых кастомных кнопки. Также есть регулировка диафрагмы по колечку. Ее можно кликнуть или декликнуть. Еще можно ее зафиксировать, то есть Aris Lock. Плюс не стоит забывать, что у объективов разная степень защиты от погодных условий, таких как пылевлагозащита. То есть в данном случае у нас, например, на задней крышечке в этом районе есть прорезиненная часть. И вообще по длине всего объектива здесь есть тоже защита. То есть на такие вещи стоит обращать внимание. Например, на том же Tamron 2875 у нас есть только одна кастомная кнопка. Но зато есть еще и порт USB Type-C для обновления прошивки. А вот, скажем, Tamron 2040 совсем простой. То есть только кольцо зума и кольцо, собственно, зума и фокуса. Вот, зума и фокуса. На Sigma тоже практически ничего нет. Она очень простая по конструктиву. Так что если вам нужны такие вещи, как плавная регулировка диафрагмы с кликами или без кликов, либо же кастомные кнопки настраиваемые, то стоит обращать на эти нюансы тоже внимание. Еще, друзья, как я и сказал, родные объективы Sony имеют преимущество над сторонними производителями. Потому что у них, во-первых, включается, допустим, компенсация дыхания фокуса, что немаловажно для некоторых объективов, таких как, например, Sony 35mm f1.4 G Master с компенсацией дыхания фокуса свою главную болячку вылечивает. Также родные объективы у вас имеют лучшую стабилизацию, как я вам уже показал, лучший автофокус. Ну, он плюс-минус одинаковый на всех, но все равно явно автофокус будет на максимум отрабатывать. И еще, если вы фотограф и снимаете в большом количестве кадров в секунду, то получается, что вы сможете раскрыть потенциал, скажем, α1 на максимум с родной оптикой. То есть, если она умеет 30 кадров в секунду фотки делать, то с A1 и с родной оптикой она это вам позволит сделать. А, скажем, с каким-нибудь Tamron только 15 кадров в секунду. Такой нюанс тоже присутствует. Еще, друзья, давайте разберемся, зачем конкретно мне нужен объектив а-ля 24-70 и вам нужен объектив а-ля 24-70. Первая причина – это объектив, который покроет большую часть задач. Если вы хотите купить один объектив и пользоваться вообще одним, то, наверное, это самое логичное приобретение. Второй нюанс – это репортажная оптика. Второй способ использования, то есть, как я использую подобные объективы – это для суровых репортажей, когда мне надо набрать большое количество кадров в очень узкий промежуток времени. Будь то свадебный банкет, репортажка с мероприятия и так далее. То есть, я не использую подобные объективы, когда я снимаю, допустим, говорящие головы, интервьюшки. Там у меня есть 85 миллиметров, есть там условные 35, 1,8 и так далее. И для лоу-лайта тоже у вас есть вариант все-таки выбрать фикс. Поэтому, друзья, если вы хотите художественную киношную картинку, хорошее размытие заднего плана, большую светосилу, то в дополнение к вашему 24-70 или около того объективу 24-105, например, обязательно рекомендую взять хотя бы один светосильный фикс, ну, допустим, Sony 35 миллиметров f1.8 полнокадровую, и вы уже получите максимально хороший объем. То есть, по фокусному у вас будет закрывать вот этот объектив, по репортажке этот объектив, а для творческих кадров, для лоу-лайта и для размытия заднего плана вы уже можете использовать фикс. Я вам, друзья, обещал в начале ролика рассказать про другие достойные объективы из примерно похожего сегмента. Давайте про них тоже сейчас поговорим. Первый, который приходит на ум, это Sigma 24-70 f2.8. Какие есть нюансы у данного объектива? Безусловно, это достойнейший объектив с отличной резкой картинкой. У моего коллеги Дениса с канала Budget Filmmaker есть такой объектив. Но у меня два главных вопроса по этой оптике. Первое – это размеры и вес. Она очень большая и очень тяжелая. А второй нюанс – это то, что это неродная оптика все-таки и стабилизация все-таки будет уступать. А я люблю снимать с рук, поэтому я предпочел именно 20-70. Через пару минут еще расскажу, почему выбрал я именно его. Но Sigma определенно стоит рассмотреть. К сожалению, у меня не было возможности ее раздобыть на вот это сравнение. У нас только 6 объективов получилось. Но, опять же, достойный вариант можно спокойно рассматривать. Дальше у нас есть сам Янг 24-70 f2.8. Он еще больше, еще тяжелее. Я брал его на тест, но он мне настолько не зашел, что я просто его вернул и даже не стал делать обзор. Поэтому его я не могу рекомендовать. Дальше у нас есть новенький 24-50 f2.8 от Sony. Совсем свежий пока что, но ни у кого он в России на обзорах не был. Но, как по мне, 24-50 – это слишком короткое, фокусное для такого штатника. То есть он, да, неплохой, интересный достаточно, но я бы предпочел ему в любой день недели именно 20-70 f4. Дальше у нас есть Sony CES классический 24-70 f4 со стабилизацией. У меня такой был. Я делал на него гигантский обзор в сравнении с G-Master Mark II. И он неплох, но он уже староват, он чуть мягковат. И в целом у него не так много функций. Короче, вот этот 20-70 пришел на замену, соответственно, 24-70 CES-овскому. И мне кажется, он гораздо более интересный за счет 20 мм на коротком конце. Дальше у нас есть Tamron 17-50 f4. Но я посмотрел на него обзоры, и он какой-то дико мыльный и мягкий. И, ну, никаким образом не могу его рекомендовать. Он меня разочаровал оптически, в первую очередь, по фокусным. Да, он интересный. Но вот оптически очень слабый вышел объектив. Посмотрите обзор того же Кристофера Фроста, если не верите. У него все по полочкам разложено, и там все довольно печально. Следующий объектив, который мне, кстати, очень понравился. Я тоже делал на него обзор, и он выходит за рамки наших 24-70 а-ля объективов. Это Tamron 28-200 f2.8 5.6. Вот этот вариант уже интересен тем, кто хочет еще и телефото диапазон покрыть. Я его брал с собой в различные путешествия. И он кайфовый тем, что на 28 мм он уже идет с 2.8, а потом уже прикрывается до 5.6 на 200 мм. В целом резкие, минимальная дистанция фокусировки отличная. Но единственное, что у него не радует меня, это переменная диафрагма. То есть вам придется с этим мириться, подстраивать камеру постоянно. Так что, если не боитесь, то можете его рассмотреть. Он довольно компактный, легкий и без больших нареканий у меня. К нему их нет просто. Так что можно рассматривать. Еще есть старушка Sony 24-240, 10-кратный зум f3.5 6.3. Опять же, объектив довольно старый, довольно мягенький, не лучшие оптические показатели. Но кому нужен настолько большой диапазон, и 24 на коротком, и 240 на длинном, то тоже можно рассмотреть, если не боитесь переменной диафрагмы. По сути, у нас больше как таковых аналогов и хороших вариантов нет. Если что-то еще вспомнили для себя, то напишите в комментариях. И, друзья, почему же я выбрал 2070 F4G? Такой небольшой обзорчик на него сделаю. Вот такая вот красавица у нас здесь есть. Ну, во-первых, он очень компактный, довольно легкий, меньше 500 граммов. И диапазон фокусных от 20 до 70 дает мне возможность не покупать сторонний широкоугольный или сверхширокоугольный объектив. То есть 20 миллиметров на полном кадре мне достаточно для того, чтобы снимать недвижку, какие-то там архитектурные строения и прочее, прочее. И в целом это очень удобно, потому что вы нет-нет, да и включаете активную стабилизацию или, может быть, даже динамическую активную стабилизацию на ZV-E1, в которой у нас кроп 30%, и мы получаем 26 миллиметров из этого объектива. Плюс у него есть компенсация дыхания фокуса, стабилизация. Сонька лучше отрабатывает. Он очень резкий, как вы видели уже по этим тестам. Гораздо более резкий, чем 2470 F4 C, который у меня был до этого. Ну и, конечно, 20 миллиметров на широком конце – это просто песня. Очень удобно снимать репортажку, вы можете закрыть сразу огромное количество задач, даже на стаб его накинуть, и он, конечно, вот так вот выдвигается, когда на 70. Но в целом хороший стаб его абсолютно спокойно отбалансирует и потянет. Минимальная дистанция фокусировки на 70 миллиметрах, как вы видели, шикарная. В общем, за свои деньги это 1100 долларов. Я его купил за 83 тысячи рублей здесь у нас в Москве. Мне очень нравится. Кайфовейший объектив. Вообще нареканий по нему нет. F4 меня абсолютно не смущает, потому что я снимаю на ZV-E1 с этим объективом. У нас бешеные показатели по чистому ISO, там 12800 и все такое, Das Lock 3. Поэтому я легко использую F4. Мне достаточно отделения от заднего плана. Мне не нужно 2.8, и я лучше предпочитаю более легкий, компактный и универсальный объектив, чем более большой, массивный, но на один стоп света светлее. Ну, то есть разница будет там 12800 против 6400, и вот вам стоп света. И по бокешке вы видели тоже разницу, она не колоссальная. Поэтому остался доволен, рекомендую данный объектив к приобретению, если тоже рассматриваете. Пойдем дальше. И следующий пункт, друзья, это размеры и вес, что тоже немаловажно для многих из нас. Давайте пробежимся по размерам и весу. Самый легкий объектив у нас это Tamron 2040, ну это и понятно. Он совсем не тяжелый, да, меньше 400 граммов. Дальше у нас идет 3 объектива, которые попадают в категорию около 500 граммов. Это у нас 2070, это 2875 Tamron и 2870 Sigma. Соответственно, они в районе 500 граммов все весят, ну так в руках ощущаются практически идентично. И дальше два объектива потяжелее. Это G-Master, который весит у нас 700 граммов и 24105, который весит 660 граммов. Вот 24105 в раздвинутом состоянии, вот в таком уже превращается в довольно такого монструозного товарища. И что касается стоимости. Здесь у нас стоимость варьируется от 700 долларов за Tamron 2040. Дальше идет 750 баксов 2870, 900 баксов 2875, 1100 баксов за 2070, 1200 баксов за, соответственно, 24105. То есть у нас плюс-минус похожий ценовой диапазон для практически трех объективов. То есть это Tamron 2875, 2070 и 24105 очень близки друг к другу. Порядка там 100, 200, 300 долларов. Также есть более дешевые варианты, это Sigma и Tamron. Но мне кажется, они просто не очень хорошие варианты, судя по тестам, которые я сделал. Мне меньше всего эти два объектива понравились из всех шести, что мы сегодня тестировали. Ну и дальше идет у нас, конечно, G-Master, который стоит 2300 долларов. И на мой субъективный взгляд он того не стоит. То есть это слишком дорого за объектив, который вам показывает такие результаты. Я бы лучше купил, например, либо 2070, либо 24105 соньковские. И еще бы спокойно докупил себе какой-нибудь Tamron 1728 2.8. Например, если мы берем 24105 в комбинации с ним за эти же деньги. Или проапгрейдил камеру, или еще как-то. Ну, в общем, за G-Master платить такие бабки я большого смысла не вижу. Честно вам признаюсь. Подводя итоги, друзья, я хочу в первую очередь отметить, что вам всегда нужно подбирать объектив конкретно под ваши задачи. Задачи у всех разные. Кто-то снимает часто на штативе, кто-то на стабилизаторе, кто-то только с рук предпочитает снимать. Кому-то нужны 105 мм на длинном конце. Кстати, если что, здесь на 70 мы можем добавить Clear Image Zoom и получить те самые 105. Ну так, на секундочку. Кому-то нужны 20 мм на широком конце, и он не хочет покупать себе дополнительный ультраширик. Кому-то нужны 2.8 кровь из носа, а кому-то нет, как мне. Поэтому обязательно, опираясь на то, что вы увидели сегодня, просто пройдитесь по всем пунктам и выберите относительно ваших задач, какой объектив вам больше подойдет. По цене они все плюс-минус в районе штуки баксов, кроме G-Master. Я думаю, что это адекватная стоимость за хороший полнокадровый объектив с таким хорошим диапазоном фокусных. Еще, друзья, хочу сказать большое спасибо и респект моим друзьям и пацанам, которые дали мне объективы на обзор. Это Мишаня, который дал Tamron 2040. Это Коля, который дал 24105. Это, конечно же, Серега из чатика Budget Filmmaker, который принес свой объектив 2875 Tamron. Также Леха, который предоставил нам и 2470 F4 C, с которым мы один раз использовали, и Sigma 2870. Также Сереге, соседу моему по нашему дому, который предоставил G-Master. Еще большой респект Виталику Лаки, который предоставил нам квартиру для съемки этого всего удовольствия. Так, я вот думаю, я никого ли случайно не забыл. Еще там был Олежка и еще там был Витек. Вам тоже, пацаны, большой респект. В общем, пацаны, огромное вам спасибо. Надеюсь, никого не забыл. Респект. Это у нас отличное комьюнити. Ну, а вот здесь, друзья, я вам оставляю ролик, который я сделал после обзора более чем 40 объективов. В нем подробно рассказываю, на какие нюансы стоит обратить внимание при выборе объектива. Посмотрев его, вы точно не ошибетесь с выбором. Спасибо большое за просмотр. Вот такой большой и комплексный ролик у нас получился. Если он вам понравился, жмите лайк, подписку и колокольчик. И надеюсь, теперь вы уж точно выберете себе хороший штатный зум-объектив для вашей полнокадровой камеры Sony. Все. Спасибо. Пока. Берегите себя.